Продолжение следует... 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 В этих сценах можно об этом не рассказывать, потому что это абсолютно все не ясно Но амрикадура такая Понимаешь? И на этой, на всех струнах Понимаешь? Потому что можно и одним сыграть У нас, получается, все пальцы не нужны на стороне У нас с одним Поэтому, нет, так нельзя Поэтому вот удобство, наша вот эта вся аппликаторная история должна быть У нас тон, получается, смотри какое расстояние Сантиметров 15 даже, не 10 У нас такой тон Вот поэтому вот у нас тон Первый четвертый Примерно большие лапы можно и третьего сыграть Да? Попробуй Попробуй именно так, как у первого четвертого Чуть-чуть поближе здесь указываю к поставочке БА 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 Не надо. Вот первое, когда я подошел к инструменту, я всегда... Но у меня как палец, ширина эта струна, третья последняя. Ну да, вот у нас такие струны. Пробула, Игорь. Я тебе объясню, вот почему тебе тяжело сыграть, да? Дело не так, тяжело. У тебя неправильно... Да, заточена ли рука, но у тебя вот такая... Рука у нас левая и правая вообще, ну все, даже фортепиано, школы нам очень помогают. Карпучик, да, на фортепиано, вот яблочки у нас, шарики, да? Все, ну вот так, у нас круглые руки все. Круглый город все. То есть, в принципе, вот такие были руки, да? А здесь то же самое. Мы максимально должны придерживаться нашей физиологии, потому что если мы наломаем физиологию, мы наломаем все руки, все сломаем, и не сможем играть. Поэтому и здесь, и там, рука должна быть вот такая вот. Вот. Как будто яблок. Не вот такая вот, как на снимке, да? Вот другая. Вот. Так. Если тебе неудобно, ты стоишь, ты можешь раз, чуть-чуть, смотри, раз, два, его наклонение очень сильно. И закругли его. Чуть-чуть здесь зажимается. Вот. Смотри. Ты можешь спокойно... Не надо быстро играть. Подходишь к инструменту, да? Холодный, неразыгранный. Начинаешь заниматься. Вот PCK, не надо медиатор. Ничего. Просто нам нужен, прежде всего, что? Хороший, красивый, глубокий, сочный звук. Если у нас его не будет, тогда смысл вообще играть музыку. Музыку можно не сыграть. Поэтому... Пока расслаблена, почему она зажимается? Вот она, она совершенно спокойная. Вот, она у меня убывает. Я сейчас усну. Настолько она расслаблена. Конечно, когда надо чуть-чуть дать звуку, чуть-чуть, ее напряжь, но чуть-чуть, но когда ноги правильно заточены, они не перенапрягаются. А когда сольные концерты 2-1 играют с оркестром, там уже просто отвалятся сразу. Здесь тяжело играть. Ну, вот, как мы здесь редко играем, на такие штуки. Во-вторых, опять же, если у тебя... либо к... Если у тебя, если у тебя хоть одна рука застываемается, у тебя ссорляется на самом деле не только рука, но и с огненных головой. Мы собирай мнение, просто работают. Срабатывайте просто к работе с куржарами. Я выстреляю. Да, да. Сколько это будет? Давай, надо перебил двойку пальцев. У тебя нормальный звук, у тебя там все в порядке с левой рукой, понимаешь? Все появляется. Смотрите, когда тебе неудобно, когда тебе неудобно, если выжимать, то будет не против физиологии. Как бы выжимать? Да, да. Наклонись, никто даже не сходил с места. Наклонись тело сюда. Вот, вот так вот. Расслабляйся. Все физиологии. Ну да, но все равно ручку надо. Все-таки мочи. Да, правильно тело. Когда ты начнешь правильно заниматься, для которой у тебя больше всего не превращиваться, которые нужны в руке, тогда ты будешь спокойно потом зажимать. Понимаешь, у тебя не будут все в тонусе. Конечно, ты сейчас не играл так, и ты начинаешь сейчас... Потихоньку надо разгромить аппарат по ногам. Понимаешь? Если ты сейчас эти мышцы начнешь сильным, ребят, у тебя тоже очень хорошие вещи. Ну ты понимаешь принципы, да? Понятно, ребят, а может вопросы какие-то есть? Давайте мы поменяем клиента. Давайте поменяем, да. Да, давай. Я беру сразу этот стоячий и сразу за ним еще. А, медиатор. Это потом я объясню. В центре тяги становишься. Ты спокойно начинаешь сейчас. Четвертый exemplo. Четвертый? Четвертый. Это же четвертый? Вот эти позиции, это не просто так. В дальнейшем, когда у вас поэтка литвы были серьезные, технические, вы поймете, почему именно такие позиции, и здесь, вот я еще раз повторю, я перенес это на контракласс, с того контракласса, с классического, ну там школа древняя, немецкая, итальянская, французская, поэтому там веками сложились традиции, и, ну, недорогим придумали, поэтому негрепых получился, поэтому здесь очень много правильного. Здесь лучше переносить сюда, вне зависимости даже от киска, большая, маленькая, все равно не делать, достаточно. Ну, с силой мизинца не хватает, чтобы у тебя сейчас не хватает силы, потому что я не разработал мизинец. С годами он разрабатывается и становится, у меня даже по размеру, мизинец и казательный, уже одинаково, в принципе, подружки. А этот, знаешь, негрепых, он и в технике потом не подведет, ну, холдовщик, это хватит, чтобы он сам поможешь. Вот так. И круги, ручки, не надо вот так вот, вот так вцепляться. Вот, наша позиция вот такая, порядка. Если не должно, опять же, можно плодиться. Собирал, встал назад. Зато, стоя, у нас это позволяет. Вот, надо очень пальцем, да, обязательно вот эту, хотя бы до этого, до этого. Четвертый, да. Играть надо, чтобы звук был, как раз, плотнее, чуть-чуть ближе к доставочке. Семьеринка, слоя, 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 слоя. Слоя, слоя, слоя. Хорошо. Ну, ты понял, да, что нужно вот и аппликатуру, и сам принцип отхода, и именно стоя, да? Теперь мы подходим к важной очень вещи, к вашему. К тому, что там вот объявляют, объявляют у всех разные, объявляют у всех неправильные. Почему объясню, почему я как-то смело заявление делаю? Потому что, ну, по своему опыту, прожив 30 лет почти у отца, и теперь, когда, особенно, когда сольная история началась, я понял, что все равно жизнь и опытом доказано, что есть все-таки какая-то, ну, что ли, оптимальный, я считаю, способ, и медиатор, и способ его извлечения и звука, которого нужно, все-таки, придерживаться, которому нужно учиться. Вот, а опять же, почему я так собираю? Это пришло из классической школы, потому что немецкий смячок на контраблазе, мы держим вот так. Немецкая школа у нас в Питере. Вот, и когда мне судьба, вызов такой сделал, и я вынужден был играть на инструменте, я, другого, ничего, даже, не знаю, даже не моя заслуга, потому что именно то, что вот тот инструмент, та школа, и я взял, вытащил себе вот такой вот медиатор, и так живой взял. Такую руку потом перевернул на строй. У меня, наверное, уже заточена волна под это положение. Поэтому треугольный из трех слоев кожи, склеиваю. Я потом подробно кто-то, если захочет, объясню, покажу и расскажу. Просто никаких чудес. Кожа, клеем склеили, клей встал, вытащили вот такую форму треугольную. Один треугольник играет, один угол играет, треугольник. Остальные не работают. И вот этим треугольником мы играем. Держим мы его вот так вот. Убираем сюда вот фалангию. Кольцо обращаем. Вот. И вот так по четыре весу его держим. У нас ничего, опять же, не зажато. У нас абсолютно вот все свободно. У нас нет вот этого. Вот так вот. Вот. Вот как, я вам объяснял, как она висит, да? Сюда вот подложили, что-то шло. Она так висит. Я сейчас покажу, а потом он будет. И уходим. Вот мы играли. Играли пиццикаты, кстати. Можно играть, держав медиатором в руке, да? Виситчиком зажать. А потом он захотел с медиатором. И вот медиатор, я еще раз говорю, так же, как рука у меня лежала, я его сюда всунул. Рука так и продолжает на деке лежать, отдыхает у меня. Максимально даем отдых всей физиологии нашего тела. Потому что самое главное. Потому что этот инструмент, это сложный перенапряг. И когда я начинаю играть, я даже струна, которая не играет, я продолжаю кисть лежать. И только на этой струне, я, конечно, на ней не буду лежать, она играет. И вот таким положением. Что это дает? Такое подвижное держание медиатора. Оно дает тем, что мы уже пальчиками можем, что-то заканчиваем. У меня еще кисть не работает. Я положила, вот она отдыхает. Это же что-то, мелочь, аппаратный штрих самый сложный у нас у себя. Играется, играет мелочь. А здесь мы ее уже одними пальчиками. Конечно. Если надо добавить звук, мы подключаем уже весь аппарат. Здесь через звук и весь рычаг работает. Но пальчики никто не отменял. У нас она не зажата. Пальчики расслаблены. И так же точно, как мы играли пальцами, теперь мы играем имедиатром. Все знают, кто сталкивался с балойкой контрабас, что надо зажимать звук под лад, да? Прежде сюда. Потому что если сюда зажимаем, мы далеко будет треск. Поэтому почти на ладу на следующем. Почти. Вот прям вот. Подушка потом уже в пальце настолько привыкает, что ты автоматически. Вот. Рука лежит, все отдыхает, все расслаблено. Я еще встал с утра, позанимался, еще не проснулся. Вот. Как сегодня тогда было в оркестре. Верная репетиция. Пальчиками разгрался, взял медиатор, перекурил, протелкует, взял медиатор. Курить понятно. Так же. Я сам не курил, на самом деле. В жизни не курил. На самом деле в Альбове остались. И вот так, барубит, я начинаю. В альбове остались? Все. В Esc SAM JINON. Вот так как это трудно сразу сделать. Не получится, хотя... Ну как, не калебонку большой, потому что он небольшой, он не помеченец. Да, уже Михаил, я знаю, что он прямогольный. Да, вот не зажимай, но все равно не зажимай. Первый зажимай, не зажимай. Возьми его у тебя, вот так. И лезь его пальчиками. Тоже сильно пальцем. Лезится, окей. Ну, пусть будет. Подожди. Конечно. Не надо усилий. Как вот... В школе игры для балла. Храсящие вот эти движения. Так и здесь практически. Очень похожие. Ну, к этому надо привыкнуть. Это сразу, ну, таз. Ну, это... Извини, пожалуйста. Давай, Виш, покажи, вот... Мы его уже занимались, поэтому... Он тоже играл там. Ее люди приходят в школу. Вот там. И вот сразу плотный звук. Сразу... Можно... А? Плюс мелочи можно какие-то свои сказать. И это не потому, что... Это не потому, что... Он сильный и здоровый парень. Это потому, что... Правда держит. У нас в оркестре играет... В оркестр Тюрема играет на контрабасе девочка. Вот такая. И фамилия у нее Схитцова. Вот такая. Когда она пришла... Я говорю, давай я тебя заучу. А потом посмотрел... Наверное, не надо ее учить, потому что она долго не прорежется. Она играет уже с восемь... Сколько себе? Восемь лет уже. Вот так играет. Вот... Я говорю, вот такая же. Я думаю, откуда у нее? Ну, она цепка. У нее с годами пальцы уже... Ну, сильные стали. Я говорю, здравствуй, Оль. Врос меня. Оп! Все. Я понял. Он играет. Он играет, довольно счастливый. И... Тут дело не в силе. Вот. Понятно, да? Вот про медиатора. И какие-то еще вопросы? Теоретически, да. Фактически надо заниматься. Да? Теоретически понятно. Понятно. Нет. Сразу не получится. Потому что мы... Я сейчас говорю, у меня нету... Я... Как бы... Судьба сложилась так, что я не работал педагогом, не преподавал. У меня нету выращенного ученика, которого бы я доставил и сказал. Вот. Человек, которого я выучил, вырастил. И он вот так играет. Или там несколько таких, как у других инструментов. Я так помню. Поэтому я могу все, что я могу, это посоветовать уже людям, которые играют, и поменять что-то на инструменте. Но те, кто меняют, довольны. И вот у Дениса из Питера, да? Вот так. Миша с 25 месяцев. Сейчас очень. Во-первых, я с радостью вижу, что многие стоят. Многие встают. Александр, стоят. Это уже прогресс. В Казани в оркестре стоят. У Крутика. Ну, они такие высокие стулья, но это как батарея. Практически они на 7. На всем оркестром. Там их штук 6. Все такие здоровые ребята. И они как... Они не сидят, они по-моему, какие-то у них как робосовые стулья такие вот. Тоже здорово. Это уже... То есть прогресс наблюдается. И вот Терринар, который мы будем сейчас в Сочи, в рамках фестиваля «Башметр», была конференция, была такая экспресс-школа юношеская летняя. Короткая, к сожалению. Мы не успели всего сделать, что хотели. Но... И там ребята, которые приехали, уже почти все. Уже, ну, по крайней мере, вот от этого зажима они уходят. Потому что это не наш. Не наш случай. Вот. И сразу, как только мы начинаем чувствовать вот этот медиатор, мы сразу начинаем по-любому играть. Да? Но... Почему? У меня звонит человек, говорит, «Здравствуйте. Вы можете мне вывезать медиатор, сделать...» Я говорю, ну, во-первых... Нет, я это заплачу. Я говорю, до него там дело. Дело в том, что... Кисть у всех разная. Я не могу делать... Я говорю, нету, я говорю, сами... Это какого вы покупаете? Давайте раз его. Вот, не важно, какого размера. Она носите. Ноги-то разные у всех. Размер. Так и здесь, кисть разная. Мы должны выточить по-своему. Удобную. Удобные ребята. У кого-то чуть поменьше, у кого-то чуть побольше. Вот. Но форма и держание должны быть именно такой. Вот. После конца его снялся. Вот так вот. Вот в эту палану. Отпираю. Пробой, говоря. Вот здесь. Отпираю. Нет, мизинец дальше. А вот так. А мизинец у нас вообще может... Посмотри, я могу даже мизинец... Когда чуть посильнее звука, я вот это добавляю. Вот это. Вот мизинец у меня держит, чтобы он только сюда не выключил. Вот так не проскользнул. Он у меня вот здесь тормозит. Вот этот фалан. Все. Вот он вот здесь. Вот. Мизинец. Мизинец не работает практически сам. Он только держит, чтобы он не выключил. Угалочка. Ну и когда вы работаете с гаммами, да, вот уже медиатором. Во-первых, обратный штрих. Самое сложное, как у нас. Самое у нас неприятное на инструменте, это он. Обратный штрих, да. Из того, из чего потом складывается, если их быстрее там взять, будет тренировать. Вот сыграю, я вижу, пожалуйста, обратным штрихом, что-то. Такой гамм. Какие ошибки у Михаила, мы с ним говорили уже? Он пальцы вот так вот, левый мартфон, который не играют, задирает. Это нельзя. Пальцы все грубые и на готове играют. Вот. Мы с вами будем инструменты в голове. Не надо. Ну, сверху. Конечно, спортерованы. Вот этих не надо. Или еще загибают. Один взяли их и загнули. Когда сили быстро, и кто-то за рулем, да, у меня всегда водитель подключил, тысячу лет назад. Где должны быть руки у водителя? На баранке. Да мы ездим сейчас вот так, как раз, руки привести. А руки на баранке. Потому что мы не знаем, что может случиться на дороге в следующий момент. А, ребята, подойдите на меня. Мы не знаем, что случится в следующий момент на дороге. Мы должны резко среагировать, да? А, если мы вот так вот едем, мы ничего не сгонируем. Нас собьют, если мы его на никакой гараж не совершаем. Вот так. Даже если никого нет. Даже ты в пустыре едешь, все равно руки всегда вот так наготовят. Так и здесь. У нас всегда аппарат наготовит создать быстрые пассажи. Вот. И обратный штрих, ведь у нас тремова из чего складывается? У быстрённого до, да, как оборота, да? До быстрого темпа у быстрённого обратный штрих тремова, да? Вот возьми на простом струне. Это уже, в общем, на тремова надо работать именно так, как вот, пока сейчас играл. Трем, да? То есть, потихонечку. Сначала нарабатываем медленно, да? Потом включается, частота клевания такая, что тут становится тремовым. Эти нотки тремова должны быть, как горошки, одинаковые. Все это знают прекрасно. Если у вас одна раскалетка будет, будет неровная тремова. Вот так. Надо перпендикулярно держать. Надо даже находиться. Но есть ещё факты. Есть такие ещё приёмы, когда можно медиатор чуть-чуть под углом развернуть в струне. И когда требовало более основываться таким жладким и сливом. Когда у нас нету такого перпендикулярного соприкосновения, медиатор строит буквально такого резкого. А когда под углом. И он мягче становится. Особенно Варик Окестров, кстати. То, что такое тремовое. И несколько человек. Когда разворачиваешь медиатор, тогда правильно его держат. Тогда получается очень красивая история. Вот такие дела у нас в медиаторе. Какие вопросы? Много нагрузил, да? Я понимаю, потому что, ещё раз повторяю, у нас нету школы. У нас нету выращенных, выученных учеников, которые могли бы быть примером и эталоном. У меня сложилась судьба так, что я закончил... Садись. Я закончил школу на велочерии, музыкальной. Училище, как Золотой, я закончил на симфоническом акробасе. И всю эту школу, всю ту методику даже. Я, в общем-то, в отчасти всё, конечно, невозможно. У нас совершенно невозможно играть. Но он очень много вещей привнёс оттуда. И это мне очень сильно помогло. Поэтому, наверное, мы сегодняшний день, наверное, единственные, кто играет соло, на контроле главы 2-ти летят с оркестра НИ, и с симфоническими, и с камерными, и с народными, и с ансамблами. Путь ансамблей раз меньше, по целому составу, я участвую. Но, я чёртаю, пока у нас нет школы, пока нет аппарата, на любом инструменте, мы дальше не пойдём. Мы можем долго говорить о том, как бы мы здорово собирали какие-то произведения, какие-то пьесы. Их, их, они есть, их можно играть. И сейчас пишут экспериментацию. И вот завтра я приглашаю всех на концерт «Москвич». Культурный центр «Москвич», метро «Систитексильщиков» в 7 часов начала. И мы там будем демонстрировать то, что происходит сейчас в Катравасе, в Араваке, в СОР. Но, ещё раз повторюсь, прежде всего, аппарат, тем более на таком сложном и страшном инструменте, как аппарат. Если мы не поставим руки, мы заработаем болезни. Болезни, во-первых, мы не сможем убрать. Мы не пойдём дальше. Мы не сможем милиционные какие-то серьёзные произведения. Это было много, было отделение, полностью концерт. А сейчас пишут композиторы. Композиторы – это всё сумасшедшее. Сколько бы я им не объяснял, что такое «Катравас Балайка», я ничего не понимаю. Там не пишут – это балды. Потом это всё надо играть надо. А если групп нет, то сыграем, мы не строим. Поэтому… Ребята, вопросы какие-то? Блогачёв, выходи. Давайте, давайте, все попробуйте. Я всем скажу, скупайте. Силен Мариев, сейсмин, 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 сейсмин. Здесь нет. Много я не исчезаю. Оспект Стрима. Нет. Можно, здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы слышите, у вас призвук идет от медиатора со струной дополнительной? Почему призвук дополнительный идет у вас? Призвук, к сожалению, да. Призвук не убран. Призвук идет не от медиатора. Призвук больше даже идет не отсюда, а оттуда. Потому что, я объясню, мы, как гитаристы, как стройники, да, мы хотим слитно играть пассажи. Мы почти не отрываем. У нас полугриз такой. Полугризовый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас отличается... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все равно, если только от медиатора, они разные. Одно тело на грифе. Это здесь будет? Да, это есть. А вот у вас от медиатора тоже идет призвук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если развить вот эти пальцы, все как следует, можно играть достаточно литузные вещи, но мы все равно не станем. И очень долго, особенно в оркестре, в котором требуется точно не сыграть. Если мы начинаем требования, все равно будут близенькие. Вот. Вот они. С том же жена, мы их слышим. Их на микрофонах слышим. Но на микрофонах можно проводить, играть немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, не надо ничего вырабатывать. Просто у меня, как бы, еще есть способ подтачивать. Как подтачивают там листы, да, постоянно. Они вот перед концертом. Там, я, как вы, как вы, всякие такие штуки, они подтачивают, чтобы форму они образуются. Здесь тоже можно подтачивать. Можно взять наждачку крупную. И сделать эти края вот такими, мягкими. Лохматыми чуть-чуть. Вот здесь я немножко подрезал, да. И попробовал. Это можно сделать. Тогда будет мягче. Мягче будет звук. Не будет у этих меньше. Не будет вообще такой басоль. Ну, этим надо заниматься. Просто возить саму эту штуку. Я иногда тоже это делаю, это концерт. Но это за время концерта все равно эти мышцы все закругляются. И все-таки все равно они становятся такие же. Будет какой-то признак, конечно. Но натягивают другие струны сюда. Да, я не советую, потому что ни то натяжение, ни то напряжение, ни то звукостечение у них звук будет прервый, вялый. Мне неинтересно. Все равно эти струны. Да? У меня вопрос по поводу... У вас, конечно же, очень дороже контробас. Звучит хорошо. Применимо ли это все на таких простых вот контробасках там стоит? Будет ли там истучать все это? Я не знаю, что-то поем вот так. Да, сантиметр, да. У тебя прекрасный инструмент. Ну, я не спорю. Мало, у тебя мало, у тебя мало, у тебя мало, у тебя мало в оркестре. А мне надо дежурить? Не слушать. Нет? Я же ушел. Я один, поэтому мне надо всегда слушать. Нет, мало, ну, наверное, после, когда басист, мне мало. Нет, ребята, на самом деле, конечно, опорочек у меня тут не так много. Ну, да. Но дело это порой не в инструментах, а в танцоре дело. Поэтому, ну, если хороший аппарат, если все закончено правильно, ты берешь и даже на плохом дисклее сможешь сделать что-то. Что-то. Порезная вещь. Ну, понимаем, сейчас сойдет. Вообще, рекомендую вытачивать тут, как бы, такую толстую палку, ну, чтобы даже вот эти вот филинные, вот эти вот, когда посылок, их поднимаешь, где-то вертикально стоят, а мы все-таки познакомы, у нас он начинает вот так трястись, в пружине. Поэтому не надо изобретать, вот, отверстие вытачивайте вот так вот, ну, под свой рост. Просто черенок от лопаты, тачка коричневый цвет, ну, все, он легкий, и хорошо. Вот, мои фаль. А если вы играете на нем всю жизнь? У вас в руке все привычно, поэтому нет. Конечно, звук будет облегчаться, но... Усилий больше не боится, получается? Усилий больше не потому, что он тяжелый, а потому, что он тяжелый. На своем уме ты все знаешь, как свой инструмент, а на этом другие усилия. Ты уже поменяешь такие мышцы, потому что тут здесь сильно не надо, здесь послабше, здесь наоборот. Совсем другие напряжения. Кремова, пожалуйста. На годовой сборке требовала басовая, как на альтовой. В принципе, по частоте, где-то так. Именно басовая такая. Но можно добиться такого звука, на высоких, и регистрация стоит. Спокойно с ними союзывать и соревноваться даже. Кремова. То есть, если правильно все это держит. Ну, возьми. Осторожно, потому что здесь. Да, получается. Фрисок все равно получается есть. Ну, то есть, именно с прикосновением медиатора. Будет, но для них тоже надо поработать. Когда ты долго будешь играть, поворачивай, если как-то. Для Мадюши положение индивидуально меньше. А вот это, получается, фактически в кистью только делается. То есть, в целом галке. Не задействуй. Даже не кистью, а первый слабый удар вообще палец. И кисть положим, палец. Вот. И разыгрывается все только, когда у тебя колонок стоит только. А вот он пришел. Вот он кисть причем. Конец надо. Не надо вот так красить кисточкой. А надо кисть все-таки... Вот этого нет. Не важно, да. Круг бы кисть, но... Не бывает, когда я положил руку на стороне. Лишь, у меня же масок здесь так просто. Я... Вот эти звуки и вот эти... Вот эти... Собещены только вот эти сверху. Да? Да? Да. Да. Мы можем, я еще раз повторяю, чуть-чуть его развернуть. Тогда, кто играет в оркестре, если погрешься домой матовая, то очень слухно. Да. 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 Следующий вопрос, я тебе объясню и покажу все. И всех... Совсем советую. И... Если все будет хорошо, можно соло играть, можно... Ну, и звук в оркестре... Вот, что я хочу еще сказать по поводу вот оркестров, именно. Что в Европе, да, вот я уже три года езжу с полустишней по стране, и раньше играл еще со старой акцент, и тоже с оркестрами. И наши оркестры народные... Я задавал себе вопрос, чем мы отличаемся от струнных классических и симфонических? Потому что... Ну, понятно, чем, да, инструменты, все понятно, все это ясно. Но... В чем же все-таки, вот, уровень обучения высокий, особенно в этих сценах, наверное, на самой высокой стране, да? Но почему у нас оркестры так сильно... Чем они отличаются по сути? Не... Если отбойся все условности связаны с разницей инструментов, звукоизвлечения... Я пришел к выводу, что вот... Звуком... Отношение... Отношение музыкантов в оркестре к звуку... Мы... На оркестре... Каким играют звуком? Нас много... Все это сливается... Никто, как они думают, не слышит в зале, каким они берут тремово и что они там играли. Потому что тогда их вся... Их несколько... Все это сливается в одну партию. Особенно в малых составах каких-то, оркестрах... Это сразу слышно. Потому что если поганый звук... А если еще у всех, у всей группы, то поганый и в зале для слушателей. Это все слышно. Если хороший звук... Вот играет, да... Не буду говорить где и кто... Играет солист. Чешет... Блестяш просто. Ну, замечательно. Просто таким звуком. И все правильно. И музыкально. И... Ну, просто наслаждаешься. Вдруг тема ее совпадает с первыми домами. Ну, с домами, в смысле. Совпадают. То есть они вместе проводят тему. И даже визуально я смотрю. Даже не слушая их звук. И разница звука, да? Солистки и оркестранов. Я визуально вижу, что... Амплитуда лета. У нее... Сливается вся кисть в глазах, да? Как ускоренная снимка. А оркестры играют вот так. А мы и ту же тему играем вместе. И получается лохмат. Понимаете? Получим. Те, кто слышит. Сейчас, наверное, уже мало кто-то слышит. Но, прежде всего, я хочу в пользу случаем все-таки сказать, что... Звук в оркестре и работа со звуком, даже по громам, я думаю, это... Ну, огромное значение. Это главное. Мы же чем мы играем? Музыканты гонструируем. Звуком же играем. Или чем? И музыку, наверное. Да? Хорошим звуком, хорошую музыку, хорошими руками. Вот наши мечта. Вот. Ну и заканчиваем все-таки на моем такое выступление. Я хочу сказать, что, прежде всего, чем вы подходите к этому... Ну да, если еще ребята подходим обязательно. Не подходите неправильно к этой штуке. Она там скит. Ее скит очень хорошо. Давайте, ребята, куда еще? Давайте. Давайте. Что делать? Еще. Какие-то вопросы давайте. Возьмите. Отпишите. Возьмите. Позвучите. Ну, что-нибудь. Подписывайтесь. Возьмите. Возьмите. А... И вот, как-то мы все пошкодим, как будто на ножку берем. Это же не это, это же, ну вот. Не надо их сжимать, когда ты это делаешь, ты не надо их сжимать. У меня у сына похожая была проблема, он отражается в космическом образе, и вот в первый год расслабляли просто. Я же занимаюсь уже расслабляющим, не надо, это было и психологически даже, расслабился. Я не буду вливать. Возьми, ади вот, свои документы, просто положим, расслабился. Ты вообще-то в тонусе как-то, что дышишь просто. Ты спортом не занимаешься? Ага. 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 Вот оно что. Подкачиваем. Вот это, знаешь, плохо. Судя из вас сейчас. Наш болезнь, это плохо. Потому что, объясню, мы начинаем накачивать те мышцы, которые… Что у них происходит? Почему? Культуристы все эти плоти вот эти, они не силачи, они слабые люди, на самом деле. Они не могут не поднимать чего-то тяжелого, рекордного. Потому что те, кто тягает, развивают те мышцы, которые нужны. А эти развивают все. И у них одни мышцы забивают другие. И они вот так вот теснятся. У них тут все красиво. Кубики все это. Но, на самом деле, никакой силы нет. А потом начинаются вот проблемы. Потому что они… Одни мышцы забивают другие. Все мышцы развивают не надо. Массажисты, когда делают, они развивают только те, которые им нужны. И умеют расслабляться в процессе длительного массажа, да? У нас похожие проблемы. И ты, когда ты молодец, красивый парень, физиология у тебя… Ну, я понимаю, похожее. То есть, я в логисту свою руку. Ну, в принципе, все это. Я вот все… Все отлично понимаю. Но смотри, вы там… Это зажимает. Наверное, это на проблему. А? Наверное, это на проблему. Наверное, это на проблему. Наверное, это на проблему. Потому что у тебя… Противоречит развитию мышцы одни, противоречит других. Вот развивать то, что надо. Я, например, какие-то вещи, другие, не смогу уже даже просто представить, как это сделать. Но здесь у меня все эти мышцы, вся физиология и сухожилия, и все это разработано вот под это. Понимаешь? А другие, как бы, в высоту прыгают 4 метра. Понимаешь? Не в другие мышцы разные. Поэтому смотри, зажим может быть от этого. Хорошо, спасибо. Да. Это проблема, да. У меня в сынах, он тоже заходит. И вот с ним работали вот целый год, чтобы расслабить. Сейчас уже пришло. Тогда естественно и будет. Решил, что это не его. Но проблема бывает. Поэтому я тебе даже дальше ничего не объясняю. Потому что тебе надо, прежде всего, расслабиться. Если мы в таком вот зажиме начинаем работать, там же даже в мышцах какая-то жидкость выделяется. На которое потом, ну это долго рассказывать, которое потом... Мышцы заболевают, начинают болеть. Мышцы вырезают, шишки всякие, воспаление всяким. Вот. И поэтому, если мы неправильно напрягаем мышцы с годами, они начинают яд вырабатывать. И сами себя же убивают. Ну, грубо говоря. Надо с врачами показать. Ты смотри, можешь тебе массаж какой-то поделать. Да. Рад? Да. Поэтому это значит, что надо не поздравлять это говорить. Надо расслабляться. Какие вопросы еще? Ну, правильно расслабляться. Правильно расслабляться. Не какими-то там способами запрещенными. Должен запрещен, да. Да. Ну что, друзья, есть вопросы? Вопросы еще все-таки. А можно попробовать с медиатором? Да. Сейчас же мы тут все пробовали и выдают вопросы. Показывайте. Ну, все равно искусство. Я ему заняться. Да. Вот. Все почти правильно. В общем-то первое, что говорит о том, что это, в общем-то, Вот. Тебе он большой. Вот. Тоже мой, но поменьше. Я, кстати, не знаю, что-то можно большое сделать, что-то поменьше. Это поменьше. Видишь? Он уже не будет. Пальчики грубо разделяет здесь. Вот. 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 Это почему? Так, да. Ну, три, два, вот. Рисничек. Рисничек не занимает все равно. Держи вот здесь. Нет. Да. Для начала просто положи кисусу сюда. Вот. Положи всю эту руку. Вот. Прям положи так. Вот. Да. Все. Вот. И поэтому скажи, нет. Не, вот. Поехали. Начинаешь только разрекать. И так. Зампи-ка. Вот. Вот на струне положи. И сюда. Ну, на струне. А это здесь уже. Да? Положи. Почувствуй. Да нет ощущения, да? Вот струна. Вот здесь. Ми, да. Ты даже вот это чувствуешь. Ми там, да. Я даже могу не глянуть вот так. Ага. Раз. Вот здесь вот. Ты же не смотришь, поставим на струне. Или сюда давай, или сюда, да? Ну, чтобы сюда смотреть, можно здесь ориентацию, чтобы не потерять. Вот так вот. На ощупь. Как в темноте, да? Держи. Ага. Пока просто сверху пригорь. Ну, они привыкнуты начали. Потом привыкнуты. Теперь стали замечательными. Сама ничем. А? Сама ничем. Ну вот, вот именно такой был уже одним из двух, ты играешь, а эти мы держим по ширине своей, вот, где вы учатся здесь. Он где-то вот такой уже. Выступаем. Можно поменьше. Вот. Это на самом деле мысль. Представляете, опять не проиграли, уже все нормально. Я еду, можно услышится. Вот. 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 вот.